но в прошлый раз мы с вами закончили разбирать путь интегральный интегральный путь сознательной эволюции путь медитативной изначально мы не поговорили с вами питание чего питание говорит нет знаете да все как питаться тоже никаких открытий не нужно потихоньку убирать убоину и возбуждающих напитков особо не пить но это по мере таскать роста вашего сознания будете менять пищевой режим сразу отказываться от чего-то к чему вы очень привыкли бывает болезненно только не делайте из еды культа не молитесь богу здорового образа жизни в частности вот пищевому богу а то многие считают что вот в этом основа вся духовной жизни до бывает такое вот это нужно как бы понимать еще момент который связан с особенностями этого пути никаких усилий в борьбе со своими проблемными вещами прилагать не нужно нужно пройти просто видеть в себе эти глупости когда они всплывают и говорит себе да я трус то я лицемет да я жадный да я там такой секвой 5 10 просто нужно признавать сам факт осознания ослабевает 2 ослабляет эти импульс понятно будете бороться будете стремиться стать смелым там щедрым и прочее 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 бесполезно просто понимаете что у вас это сидит и как по ситуации это будет проявляться вы должны себя просто на этом ловить на эту практика бдительность как раз и существует без усилий а зависимости что зависимости всякие разные вот всякие разные зависимости если вы выбрали главное вот выбрали путь да а эта зависимость вам серьезно мешает здесь вопрос должен быть категорически поставлен понятно если зависимость преобладает значит вы не выбрали путь не выбрали путь вы выбрали другую медленно и самоубийство там или счете это ваше дело понятно вот здесь вот этот момент четко должен вами быть диагностирован понятно ну естественно это не сразу бывает тоже но тем не менее какой-то период вы себе даете на то чтобы ну вот этой зависимости погубной избавиться внимание особо это надо просто уделять ну и все наверно то что касается интегрального пути а сегодня мы с вами поговорим о пути молитвы путь тоже как вариант работы на пути сознательной духовной эволюции очень серьезный вариант работы очень эффективный вариант работы но тем не менее мы должны все посмотреть кому этот путь изначально подходит а кто в общем то будет заниматься вот этой вот работой молитвенной впустую вот это нам надо уяснить кому можно изначально начинать с пути молитвы а кому над пока поременить для того чтобы все-таки то что действительно вас соединяет соединяет с тем кого люди называют господом нужно просто открыть что ваше сердце разогрелось и тогда путь молитва для вас будет ну естественным путем когда сердечное стремление будет вас преобладать но многие просто начинают их серьезную духовную работу не имея сердечного стремления но имея стремление измениться как-то вот для тех людей которые стремятся просто измениться для начала ну как-то изменить свою жизнь изменить сознание подходит вот вариант работы который мы с вами разобрали понятно потом все равно в любом случае как только ваша истинная сущность начнет разогреваться и пробуждаться посредством контакт с нисходящей божественной силы и все равно перейдете на путь молитвы мягко плавно обязательно на него перейдете но тогда это будет для вас естественно вы не будет себя насиловать и убеждать что вы действительно преданы богу что вы хотите с ним воссоединиться чтобы это не было фетишем а чтобы это было действительно серьезно то что исходит именно от вашей истинной сущности и вот во всех религиях мира стоит на первом месте вопрос веры но никто так и серьез не задался вопросом что есть вера подлинная что есть вера ложная мы с вами знаем прекрасно когда разбирали человек что такое человек что мы имеем физическое тело витальное тело ментальное тело имеем истинную сущность вот четыре как бы составные части нашего интегрального существа соответственно вера на может гнездиться в витальном существе может она гнездиться фальшивом витальном существе в ментальном тоже фальшивое существо временное образование вера тоже может быть от ума а истинная вера лишняя вера на гнездится где в нашей истинной сущности вот если в нашей истинной сущности действительно есть эта вера и вы действительно ощущаете в себе такое неодолимое стремление императивное стремление вот эту веру внутреннюю глубинную реализовать то вам можно начинать с пути молитвы надо сказать что для того чтобы начинать на духовную работу с пути молитвы все-таки нужно иметь духовный талант сну с детских лет понимаете что такое с детских лет иметь духовный талант тоже как талант музыкант там талант художника есть дети которые рождаются именно с этим талантом с духовным талантом где-то в 15-16 лет вот у них в глазах вот это вот видно совершенно что они вот готовы готовы идти молитвенным путем всеми дать им на и вот эти вот фокусы мне нужны абсолютно редко такие дети встречаются молодые люди обычно да вот потому что с возрастом это вообще практически уйти не может не может с возрастом уходит вот то что мы можем назвать стремлением к развитию какому-то вот к духовному но не духовный талант духовный талант с возрастом уйти не может потому что человек имеющий духовный талант с возрастом он все более будет болезненно воспринимать окружающий мир и кроме как реализовать себя на этом поприще он уже другого и не видит понятно наверно а тот кто не родился с духовным талантом с явным но у него работа так сказать по открытию этого таланта серьезно это искать наработки духовные они по мере вашего продвижения по пути сознательной эволюции проявляются и вот нет тоже не обделены возможностью реализовать этот накопленный вас духовный потенциал вот официальная церковь считает что путь молитвы путь преданности господу это единственный путь который позволяет человек себя в духовном плане реализовать вот что иные пути ведут куда-то не туда ведут к дьяволу там ведут в дебри так сказать вот путаны в которых человек способен заблудиться вот надо сказать что они право отчасти эти люди которые говорят что путь молитвы это путь действительно но очень эффективный серьезный и наиболее безболезненный да вот для реализации своего духовного потенциала но они не учитывают то на обстоятельства что не все люди могут изначально начинать с пути молитвы с пути преданности бога вы вообще когда стремились ну что-то своей жизни изменить думали как-то о боге что такое бог какую модель строили нет не строили еще называют эту религию ее называть религией любви вот вы бога любили нет не было да но знали что есть молитва и буду ее тараторить и чем там должно в нашей жизни измениться никакой любви богу не испытывали хотели к людям тем более да все это было несколько абстрактно некая модель вас сидела этого бога ну что там что-то существует душа бессмертно ну такие элементарные вещи но для того чтобы действительно с ним как познакомиться и вот какой-то контакт установить чтобы слово любовь появилась надо все-таки с ним соединиться как-то до тех пор пока вы с ним не соединились пока у вас нет с ним контакта пока вы с ним вот на одной волне не начнете но хотя бы периодически контактировать вообще не поймете что такое любовь вы не поймете стремление сердечное именно с ним воссоединиться будь для вас теория сплошная поэтому мы говорим те кто не могут изначально за неимением духовного таланта вот идти путем молитвы открывайте медитативно вот эту силу нисходящую божественную она разогреет вашу истинную сущность воссоединиться с ней и тогда в вашем сердце действительно пробудиться стремление пробудиться ощущение вот этого теплого и вибрационного чувства благодати или контакта с тем что люди называют божественно вот тогда можно сказать да вот что-то во мне действительно заговорила и я имею право переходить постепенно на путь молитвы абсолютной преданности господу некоторые люди говорят что вот они готовы верить они готовы придать себя в руки господа но с какими-то условиями да можно с какими-то условиями себя вот в полной мере на все воли твоя господи сдать и сказать делай со мной все что хочешь теория да только на практике вроде бы сдаюсь но хочу чтобы это было это было чтобы этого на меня не отобрал понятно то есть мы лукавим всегда вот наши витальные ментальные гон очень лукавая и когда человек думает что путь молитвы это очень простая штука он на глубоко ошибается это сложная штука она простая для талантливых людей духовном плане талант для нее проблем нет идти по пути молитвы а эгоист человек который упёртый который стремится сохранить эгоистическое существование во что бы то ни стало но наряду с какими-то духовными упражнениями для него это изначально большая проблема и он отчаяться скажет ничего не получается вот молюсь молюсь толку мало пытаюсь сдаваться пытаюсь да это же не получается вот поэтому не хотелось бы чтобы вы изначально начинали работу на пути сознательной духовной эволюции с метода или способа который вам пока не подходит вообще с чего надо начинать вот путь молитвы или путь абсолютной преданности господа с чего начинает надо вы задумывались над этим что должно быть первым а глупость второе а бдительность глупость а но сейчас будете перечислять последним только сейчас должны сказать покаяние вообще вы должны просто понять что вы в общем то отпали от своего начала и стремитесь или хотите все-таки туда вернуться вот если не будет покаяния если вы не поймете что все так сказать ваши ну так называемые непотребствовали грехи словом нехорошее но при грешении да что они исходят от главного греха один главный грех наверно отпадение от господа других грехов не существует все остальные производная заметили вот и вот если вы признаетесь честно в своем отпадении от господа честно честно то тогда наверное ну путь молитвы можно начинать попробовать вообще что из этого получится но это надо понять понять что все что с вами происходит как раз-то нежелательного как раз связано именно с тем что вы отпали от своего истока тоже как существует всего одна болезнь мы с вами знаем да одна радическая эволюционная недостаточность одна единственная болезнь потому что все остальные заболевания и болезни симптомы и синдромы это следствие этой болезни и один грех отпадение от него и болезни тоже вопросы от падения от него наверное да если какую-то иерархию выстроить это надо четко понять что вот это самое главное осознать что мы действительно далеко ушли от своих истоков далеко ушли от начала вот который является концом концом наших поисков это начало и конец поисков находится у нас здесь мы должны четко понять где искать это начало не где-то там наверху далеко на небесах изначально надо все-таки найти частицу божественного своем истинном существе как только это будет открыто как только мы рождаемся в духе как только мы обретаем то что иисус называл царством божиим тогда уже проблемы дальнейшей работы на пути сознательной эволюции она просто снимается ибо мы открываем внутреннего учителя открываем то что будет нам подсказывать что будет нас вести по этому пути ну традиционно говорят что путь молитвы абсолютной преданности господа он начинается но с молитвы но мы знаем что начинать надо все-таки с покаяния с признание того что мы отпали отпали от своей истинной сущности своего божественного начала ты уже такой молитва молитва позволяет прежде всего нам искренняя молитва позволяет нам прежде всего прикоснуться к нашей истинной сущности к той самой дремлющей спящей или пытающейся пробудиться который находится у нас внутри вот соединить с ней каким-то образом ну почувствовать то тепло присутствие которого вот в нашем истинном существе дает нам возможность но получить отклик на молитву ну надо сказать что если мы с вами внимательно внимательно читали или прочтем евангельские тексты то иисус дает своим слушателям и ученикам молитвы рекомендации как следует молиться очень четкие рекомендации очень простые рекомендации я просто сейчас процитирую как это звучит в евангелии и когда молишься не будь как лицемеры которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться чтобы показаться перед людьми истинно говорю вам что они уже получают награду свою ты же когда молишься войди в комнату твою и затворив дверь твою помолись отцу твоему который в тайне стал быть в сердце и отец твой видящий тайное воздаст тебе явно а молясь не говорить лишнюю как язычники ибо они думают что в многословии своем будут услышаны не уподобляйтесь им ибо знает отец вас в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у него вот такие рекомендации достаточно четкие достаточно понятное дает спаситель тем кто ступает на путь молитвы так вот сама по себе сердечная молитва искренние сердечная молитва молитва обращенная к сердцу потому что если говорить о сердечной молитве вот в понимании чисто христианском сердечные молитвы от молитву которая вообще без слов это ощущение постоянного присутствия божественного в себе без всякой молитвы это просто состояние вот сердечная молитва это то что финально должно завершить все ваши труды на пути сознательной духовной эволюции с чего бы вы не начинали постоянные ощущения присутствия благодати внутренней присутствия господа и то есть вот то состояние которое называют христианстве христианские праведники называют молитвой сердечной это не молитва обращенная к сердцу это ощущение вот этого состояния благодати присутствия в тебе вот этой благодати вот это надо помнить еще умная молитва слышали таком да умная молитва она не умная по содержанию это то что произносится не устами а мысленно в уме вот произнесением молитвы в уме то есть самый молитвы сдачи на все воли твоя господи она более эффективно чем молитва который произнес на голосом или устами то есть вот это более тонкий план на ментальном плане если вы произносите молитву это отзывается гораздо эффективнее вашей истинной сущности понятно словесная молитва но она сотрясает воздух не те вибрация умная молитва молитва по извесенной в уме она как раз вот быстрее доходит до адреса то вот до нашей истинной сущности это умная молитва так вот молитва которая обращена обращена куда-то внутрь до обращена вот к нашему началу она обращается к нашей истинной сущности к тому самому органу нашему таскать главному органу благодаря которому мы существуем который в конечном счете конечном счете должен открыться и должен взять бразды правления в нашем интегральном эгоистическом существе в свои руки молитва по словам иисуса и мы наверное теперь уже понимаем те кто на этот путь стал не должна быть многословной и не обязательно она даже иметь должна словесное выражение это может быть просто мысль воспоминание о том что он есть найдет мысль о боге есть он вот эта мысль как молния она может вас пронзить и внутри тепло это молитва это очень эффективная молитва молитвы надо играть хорошем смысле гореть подобрать для себя если вы идете молитвенным путем то что отзывается во что дает вам ощущение тепла внутренне понятно и просто повторять ее годами и ждать что что-то с вами произойдет это можно в течение недели недели поймать вот то что даст вам возможность эффективно использовать вот практику молитва 5 для тех кто способен изначально начинать с этого еще раз подчеркиваю и вот если молитва действительно искренне у вас и она достигает вот того самого места куда она адресуется то она непременно непременно будет разливаться по телу теплом вы ощутите тепло что еще вы ощутите ощутите покой в уме вот когда молитва доходит до сердца вот некая благодать такого временного характера на и ум останавливает то есть вы ощутите и молчание ума то есть тепло молчание ума это вот тот самый отклик который ну как обратная связь должен с вами должен вами быть почувствовать можно долго повторять очень красивые слова о преданности всевышнему можно исправно молиться в положенное время положено число раз соблюдать все необходимые ритуалы но при этом быть бесконечно далеким от того что называют господом очень-очень быть от него далеко и вот эта вся ритуальная показуха по словам иисуса в синагогах и на углах улиц чтобы показаться перед людьми не имеет никакого отношения к истинной молитвы и вот истинная молитва должна совершаться только в тайне что такое в тайне вот когда иисус говорил в тайне то первые христиане думали что надо забиться в подвал в какой-то закрыться и чтобы никто не видел и не слышал вообще в тайне это значит в собственном сердце в храме собственного тела мы должны молиться мы всегда эту маленькую церковку с собой носим да а тут создать такое впечатление что вот если не будет храмов не будет посредников между богом и человеком то ты попади на небе то и мостовника с богом не познакомишься все конец глупость полная иисус об этом вот ясно говорит молитесь в тайне молитесь храме собственного тела молитесь в этой церковке который вы носите с собой всегда и всюду самое так сказать гуще в толпе вот не собираетесь какие-то так сказать коллективные молитвенные дома это совершенно так сказать не обязательно для того чтобы человек открыл себе вот то что действительно интимно то что не коллективного характера именно интимного индивидуального в себе понятно наверно вот здесь когда никого нет когда вы даже находясь в толпе где-то погрузились вот туда внутрь и вспомните о нем вот повторите эти слова мысленно повторите слова вот это вот практика каждодневная молитвенная любое свободное мгновение она позволяет вам прикоснуться в сердце вот потому что вы ищете так что молитва в тайне отнюдь не означает забиваться в потаенные комнаты там говорить пышные красивые слова о господи вот я говорю ну как тест некий что если вы хотя бы раз пять десять минут о боге не вспоминаете если вы были путь молитвы но так вот знаете не по причине того что нужно вот сейчас молиться потому что время подходит а вот просто вот это вспомнили вот она сама себе воспоминания это уже молитва понятно вот вы вспомнили все вот вспомнили что он пауза маленькой вспомнили да поняли о чем идет речь но многие наверно знают понимают и вот эту связь уловили просто само воспоминание вот маленький маленький так сказать моменте паузы какая-то бывает всегда время когда вы можете сделать эту паузу где бы вы ни находились ты вот иисус призывает помимо того что молиться должна осуществляться в тайне где-то вот глубинах сердца он говорит еще о том что не надо лишних слов молитве ибо не у многословие ее сила сила ее выскренности вашего сердечного стремления словах которых вы произносите причем люди очень часто берут молитва слов молитва там статься в таких сяких пяток десяток а хуже того еще берут молитва и заклинание каких-то болезней там еще от печени от селезенки я видел такой молитвенный справочник видели такие есть тут издание это вообще полный ужас понятно да свои слова у вас должны быть подобраны какие-то свои слова если вам не о чем с ним поговорить тогда молчите с ним на любую тему то что молчание самой лучшей молитвы честно говоря все великие эстации признали в конечном счете что в молчании сила молитвы вот она стопроцентно то что молчание когда ум молчит вы связаны напрямую вы на одном волне с ним ясно да понятно или нет поэтому лучше помолчить и чем по шпаргалке повторять какие-то чужие не ваши слова по шпаргалке с ним разговаривать ну не имеет смысла наверно молитва не должна содержать никаких просьб ибо господь прежде ваше прощение у него знает что вам нужно что не повредит вашей душе что молитвы с просьбами это сегодня ну финиш полный все счет просит у него дай 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 себя не удосуживаться ему придать к нему ни одного шашка таскать маленького навстречу не делают но у него просят просят все есть такое чем возмущается когда он не дает я бедная несчастный ты должен мне дать бедный несчастный так но сделай шаг то навстречу нет вот занял эгоистическую оборону и требует от сегодня позиции так называемых верующих многих которые ходят в храм и ставят свечки там что-то там соблюдают по средам пятницам не едят и думать что вот он к ним придет вот именно за это за то что они такие соблюдатели от этого стереотипа религиозного поведения да нет ему в общем то все равно кто к нему придет соблюдают эти ритуалы или нет ему важно кто настроиться на ту волну на которой он работает на ту ипостась духовную троицы ну если говорить о троичности бога с которой ты можешь соединиться просто обязан с ней соединиться вот это ему важно все остальное ему не важно абсолютно не важно ясно наверно так что молитва не должна быть просительной она должна просто выражать ваша преданность ему доверие полное доверие ему а ему все известно о вас все известно иногда вы оправдываете вот свое обращение к нему с прозвольными что вроде бы просите не за себя за своих близких насчет близким и тоже известно вы думаете если насчет вас известно да то насчет близким и неизвестно все он знает все он прекрасно знает понимает и ничто не преподнесет вашим близким что повредит их душе потому что все что в нашей жизни происходит я вот по своему опыту знаю прекрасно все что происходило трагическую все что исходило болезни но боже мой если бы этого со мной не происходил я бы никогда не сделал то что в общем-то дало мне возможность все-таки как с ним познакомиться потому что вся наша жизнь это в общем-то педагогика кармическая педагогика который очень мудро сверху к нам им ведется очень мудро ведется когда мы что-то просим нам облегчить ничего не делая да вот он облегчит нам жизнь стопроцентно когда мы сделаем главное вот когда главное состоялось когда ты с ним воссоединился тогда жизнь становится фантастически интересная на становится фантастическим легкой она становится настолько воздушные благостной что ты бы никогда не мог подумать что такое вообще быть может но для этого надо сделать сделать вот ту работу который позволит нашей жизни стать такой они сразу то сразу дай мне вот этот кусок чтобы проблема решился этот этот он решает интегрально все проблемы когда вы действительно вы соединитесь своим истинным началом а так вот по частям давать вам конфетки а потом что-то отбирать уж не серьезно целиком вы ему он целиком вам но вы всегда с оговоркой вы же ему себя по частям сдаете да это сдали отобрали потому что ну на бога надейся сам не плашай где-то какой может доверие надо еще там чет попробовать какой-то вариант да вот у нас ум настолько хитер у нас столько всяких вариантов вот лукавых вот признавайте если идете путем молитвы в себе вот это признавайте чтобы лукавить и что вы не сдаете что вы играете в духовность что вы играете в этот путь стать пока не получается но надо признавать это так вот смысл молитвы сводится сдачи в руки господа в готовности принять все что он для нас уготовил потрясающим мать сказала она совершенно фантастические слова сказала вот в агении она говорит она говорит что если вы благодарите господа за все за все что с вами происходит самого начала а с вами самого начала происходит много всяких испытательных таскать моментов понятно искренность ваш проверить как вы таскать господу только так поверхностно чтобы ты мне я тебе либо вот пройти через испытание каким-то образом чтобы ваше стремление кристаллизацию получила вот идут проверки если вы готовы готовы за все его благодарить то это вот как раз и есть тонкий оттенок вот той вибрации божественной любви вы ощущаете радость когда благодарите его за то что он вас бьет вот если вы сумеете вот эту вот волну как бы почувствовать вот настроиться он вас бьет а вы ему говорит спасибо спасибо за уроки многие способны на это я думаю изначально лучше медитировать то тупо но что-то там может разогреется вот я говорю об искренности путь молитвы не терпит фальши если вы не благодарите его за все что с вами происходит то вы безмерно от него далеки это теория что вы идете путем молитвы теория ну вами придуманная понятно вот проверяйте себя на этом всегда потому что в жизни вот эти проверки кармические или педагогика вот выше они на каждом шагу когда вы только на путь становитесь они буквально буквально вот на мелочах где-то вас проверяют потом когда уже пройдете большую часть пути когда у вас все ну как бы установится да вот эти мелочи они ну просто быть не могут поскольку вся ваша жизнь будет организовываться каким чудесным способом но это потом изначально все вот эти занозы все эти мелочи кажущиеся вот которые выбивают вас из ритма и вы считаете что они вам мешают на самом деле они приводят вас к чему приводит вас к смирению для того чтобы поглари ли его искали спасибо это уроки то есть смиряться изначально так сказать вот все но приходится мы будем говорить о смирении что то такое смирение к чему она приводит но изначально идут проверки на смирение если вы бунтуете там по каким-то искать бытовым вопросам которые ну как вам кажется уже должны решаться господом поскольку вы в церкви входите молитесь уже положительным образом но что-то у вас все не так понятно что у вас что-то не так вот а у него все в порядке он просто вам дает знать что у вас что-то не так у вас именно у вас да да пожалуйста а можно а что такое медитации от молчание ума молчание ума на и высшая молитва почитать серафим басаровском читать поэсии святогодцы он об этом говорит они говорят что в конечном счете они приходят молчание ума вот на и высшая молитва молчит он ничто не мешает вам соединиться с этим потоком с этой силы и постепенно те кто начинает медитативным путем они легко переходят на молитвенный путь вот ко мне молодежь подходит ребята которые начинали с медитативного пути а потом говорят что-то уже медитация ничего не дает как-то механически все получается вы пробовали молитву пробовал сразу тепло идет сад идет поток ну оставьте медитации хватит сердце разогрета она больше не нужно вот это сочетание самое мудрое вот сочетание медитативной работы изначально если вы не можете сдаться изначально вот эта медитативная работа и переход мягкие молитве это самый идеальный вариант самый на сегодня эффективный духовной реализации сложно что-либо другое придумать искренняя молитва сердечная должна твориться в любых условиях при любых обстоятельствах в любом месте и каждое свободное мгновение мы говорили медитативной практике каждое свободное мгновение есть время пусть ум молчит понятно да есть время и молитвенная практика внутри внутри себя должны уделять этому внимание в любое свободное мгновение просто по расписанию утром помолился в обед да пора молиться еще вечером никакого расписания быть не должно если вы стали на путь духовной реализации то первые два-три месяца любое свободное мгновение медитативной практике либо молитвенной должны уделять то что это не развлечение это не по расписанию делается это делается ну не то что приступом но созидательная работа вот на первых этапах она должна быть ну достаточно интенсивной если не будет это интенсивной работы вы месяц-другой потом скиснете уныние появляется враждебная сила вам как я вам говорил я вам говорил что все бестолку не то не то не то идите еще куда-нибудь сразу же если вы интенсивной работой не занимаетесь если каждое свободное мгновение вы не делаете то что вы должны делать первые два-три месяца то у вас появится что сомнение и уныние и тут же эти враждебные силы будто мы же вам говорил не туда идете там сразу внутренний голос пошел понятно очень легко вы на этом попадете просто вы ничего не делаете думаете что делаете на самом деле ничего не делаете свободного времени уйма но вы его использовать как-то вот так не в том направлении не то делаете не то реализуете понятно